С техническим оснащением в Саровской полиции существенных проблем нет. А вот штат, по словам Андрея Чернышева, укомплектован не полностью. И это серьёзная проблема. Чтобы закрыть вакантные должности, необходимо привлекать иногородних специалистов. А для этого нужно создать в Сарове комфортные условия для их проживания. Ключевой фактор здесь – жилищный вопрос. Вопрос решаем по поводу строительства в Сарове служебного жилья для сотрудников полиции, которая поможет нам обеспечить жильём сотрудников полиции, а также привлечь из-за пределов зато молодых и других опытных сотрудников, которые могут здесь служить на благо города. К концу 2023 года планируют построить дом на 72 квартиры, что, по мнению Андрея Анатольевича, поможет решить вопрос с укомплектованностью штата. Также руководитель Саровской полиции рассказал о ситуации с бездомными в городе. Он уверен, специальное учреждение для их содержания в Сарове строить не имеет смысла. На моей практике таких в год один-два человека единицы. То есть и то мы и клиническая больница с этим вопросом, и соцзащит, эти все вопросы решаем. То есть как бы отдельно для двух человек строительство какого-то учреждения, я думаю, просто нецелесообразно. А вот на вопрос, нужен ли вытрезвитель в Сарове, однозначного ответа пока нет. Тема активно обсуждается. Сегодня с пьяными людьми в общественных местах разбираются две организации – МВД и клиническая больница номер 50. И в целом с задачей они справляются. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.